Добрый день! Я вас приветствую на моем онлайн курсе по травматологии и ортопедии. Сегодня я прочту вам вторую лекцию. Тема лекции звучит так. Все, что нужно знать о костях и их повреждениях. На этой лекции мы рассмотрим немножко и повторим структуру костей, их формирование, заживление, а также основные методы, подходы в лечении переломов. Какие есть виды костей мы уже рассматривали на нашей предыдущей лекции. Можете посмотреть на картинке, вспомнить. Костная ткань образовывается из мезодермы. Она состоит из таких вот клеток. Это остеобласты, это костиобразующие клетки, остеоциты, которые образуются из остеобластов. Остеокласты, клетки, которые отвечают за ресопцию, рассасывание костей. Также есть еще клетки-предшественники, так званые стволовые клетки. Костный матрикс состоит у нас из органических и неорганических веществ. Основные компоненты костного матрикса это коллаген, первый тип, и гидроксиапатит. На данном слайде показана структура костей. Кость состоит из таких структур. Компактное вещество, губчатое вещество, переостеум или надкостница, костно-мозговой канал и сосуды. На данном слайде вы можете наблюдать схематическое изображение всех этих структур. Остеон или говерцовая система – структурная единица компактного вещества в пластинчатой кости, обеспечивающая ее прочность. Вот на данном слайде вы можете видеть, вот так выглядит остеон. Также рассмотреть более детальную структуру его. Вот остеон, говерцовый канал, в котором проходят сосуды, как лимфатические, так и кровеносные. Остеоцит и костные канальцы. На следующем слайде вы также можете наблюдать схематические изображения самой кости. Здесь находится, например, губчатое вещество, костная ткань. В ней находится красный костный мозг. Посередине находится у нас подкосно-мозговой канал. В нем находится желтый костный мозг. Функцию данных образований вы должны знать с предыдущих курсов. Там гистология, анатомия, вы это изучали. Остеоид – это неминерализированная часть костного матрикса, состоящая в основном из протеинов и остеобластов, которые подвергаются далее минерализации, добавлению кальций и фосфора в ее состав. Оссификация или же остеогенез или же окостенение – это формирование костной ткани остеобластами. Какие есть виды оссификации? Это внутримембранозная, перепончатая. Это посредством прямого обозвисления матрикса, секретируемого остеобластами. Формируются, например, плоские кости таким образом. Эндохондральные – в результате отложения костного матрикса в предыдущий хрящевой матрикс. Трубчатые кости, например, оссифицируются или же окостеневают именно таким способом. При эндохондральном окостенении первичный центр окостенения находится в середине диафиза кости. Первое – формируется надкостница. Вторым этапом формирование костной шейки происходит. Остеобласты формирует остеон. Третьим этапом происходит кальцификация матрицы, ее минерализация. Затем формируется вторичный центр окостенения в области конца эпифизотрубчатой кости. На этой картинке вы можете видеть этапы эндохондрального типа оссификации. Также такие термины, как эпифизарная пластинка и эпифизарная линия вы должны понимать и различать. Хрящ между первичным и вторичным центрами окостенения называют эпифизарной пластинкой. А точка слияния первичного и вторичного центра окостенения называют эпифизарной линией. Эти анатомические структуры нужно понимать так же, как и вторичный центр окостенения и термины их окостенения и закрытия. Потому что это в темах следующих наших лекций, практических занятий вам понадобится при понимании патологии некоторых врожденных пороков развития костной системы. Мы про переломы с вами уже поговорили в нашей предыдущей лекции. Вы уже знаете, что это такое. Давайте теперь поговорим о том, как переломы заживают. Типы или виды заживления переломов кости бывают первичные или прямое заживление путем внутреннего ремоделирования. Вторичное или непрямое заживление за счет образования костной мозоли. Также выделяют 4 основных этапа заживления кости. Первый этап – этап воспаления, который длится от 1 до 7 дней после самого перелома. Второе – образование мягкой мозоли, которая занимает 2-3 недели после перелома. Третий этап – это образование твердой мозоли. Это где-то в среднем 3-4 месяца. И ремоделирование кости, которая занимает месяц от той годы. Давайте детально рассмотрим каждый из этих этапов. Первый этап – стадия гематомы или же воспаления. Сразу после перелома она происходит. Начинается воспалительный процесс и длится до начала формирования фиброзной ткани, хряща или кости. Вначале происходит образование гематомы и воспалительные эксидаты из разорванных кровеносных сосудов. Эту стадию также называют стадией гематомы. Как я уже сказала, наблюдается краевой некроз отломков кости. Выделяются цитокины. Как следствие их действия происходит вазодилатация, гиперемия, миграция и пролиферация нитрофилов и макрофагов. Гематома замещается грануляционной тканью. Второй этап – стадия мягкой мозоли. Клетки-предшественники в комбиальных слоях надкостницы эндооста стимулируются для развития власти областы. Вдали от щели перелома на поверхности переоста эндооста начинается интермембранозный оппозиционный рост кости, за счет которого формируется переостальная муфта грубо-волокнистой костной ткани и заполняется костно-мозговой канал. Далее происходит вырастание в мозоль капилляров и повышение восклиризации. Ближе к щели перелома мезонхимальные клетки-предшественники размножаются и мигрируют через мозоль, дифференцируясь в фибробласты или хондроциты, каждый из которых продуцирует характерный млеклеточный матрикс и медленно замещает гематому. Третий этап. Когда концы перелома связаны между собой мягкой мозоли, начинается стадия жесткой мозоли, которая продолжается до тех пор, пока отломки не зафиксируются прочно новой костью. Это занимает в среднем 3-4 месяца. По мере прогрессирования внутримембранозного образования кости, мягкая ткань щели перелома подвергается эндохондральной осификации и трансформируется в жесткую кальцифицированную ткань, в грубоволокнистую кость. Рост костной мозоли начинается на периферии зоны перелома, где деформации минимальны. Таким образом, формирование жесткой мозоли начинается по периферии и прогрессивно смещается к центру перелома и межотломковой щели. Четвертая стадия. Это стадия ремоделирования. Начинается после прочной фиксации перелома грубоволокнистной костной тканью. Она постепенно замещается пластинчатой костью путем поверхностной эрозии и остеональной перестройки. Этот процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Он продолжается до тех пор, пока кость полностью не восстановит свою первоначальную морфологию. Также в зависимости от самого диаметра кости выделяют такие термины заживления перелома. Например, самый частый перелом – это перелом лучевой кости, дистальной части. В среднем он занимает 28-35 дней для консолидации. У детей есть свои особенности. Переломы в детском возрасте отличаются. Почему? Потому что есть открытые пластины роста, более толстая надкосница, лучшее кровоснабжение. Переломы области пластины роста называют эпифизиолиз. Классификация переломов эпифизарной пластинки, пластинки роста, пусалтеру-харрису, как на картинке, можно поделить на 5 типов. Первые 4 типа мы также можем называть физарными переломами. В детском возрасте выделяют такие отдельные переломы. Перелом по типу зеленой палочки или веточки, перелом тора или пряжки. На данном слайде вы можете видеть рентгенограммы данных переломов. Итак, какие есть методы лечения переломов? Консервативные и оперативные. Консервативным методом стабилизации перелома мы можем отнести иммобилизационный или фиксационный, функциональный или экстензионный. К иммобилизационным фиксаторам мы можем их разделить по материалам, которые используются для фиксации перелома. Есть мягкие бандажи, как, например, на этой картинке повязка Дезо, исполнена в таком материале. Второй материал это скотч-каст-стоп-каст, это пластик. Третий материал это гипс, вот на этой картинке изображен. Это самый популярный на данный момент вид фиксаторов. Также есть функциональные повязки, которые, в свою очередь, они не полностью иммобилизируют поврежденную конечность. Они ее нагружают, но нагружают функционально. К оперативным методам лечения или фиксации переломов относятся металл-остеосинтез и черезкостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации. К остеосинтезу относятся интервендулярный и накостный метод фиксации. Черескостный остеосинтез, также другие названия есть, неочаговый или же черезкожный остеосинтез. Производится аппаратами таких видов, стержневые, спецовые и смешанные. Есть много авторских аппаратов, но все они по своей структуре будут нести такой смысл. Они будут или же стержневыми, или же спецовыми, или же смешанными. На данной картинке, на данном слайде, вы можете видеть разные виды фиксации. Например, вот здесь изображен черезкостный остеосинтез аппаратом Элизарова. Также он будет называться спецовой аппарат внешней фиксации. На вот этой картинке будет изображен интервендулярный остеосинтез стержнем, или же за границей, или у нас еще любят называть его не стержень, а гвоздь. На вот этой картинке изображен накосный остеосинтез, пластина и винтами. Также есть такой вид лечения, как тракционный метод. Он разделяется на консервативный и оперативный. К оперативному мы относим скелетное вытяжение, к консервативному это манжеточный или же лейкопластный клеевой метод. На данном слайде вы можете видеть скелетное вытяжение за пяточную кость. Это скелетное вытяжение за бедренную кость. Это уже идет консервативным. Вот такая вот консервативная повязка формируется, и тоже происходит вытяжение, тракция. Это тоже идет у нас вытяжение. С помощью такой системы, еще называют Tower, фиксируются пальцы с помощью так называемых Chinese Traps, китайские ловушки. И происходит вытяжение, тракция. Ее используют очень часто при переломе дистальной части, дистального метапифиза лучевой кости. Переломы делятся на открытые и закрытые. Про закрытые мы уже немножко поговорили. Теперь давайте поговорим про открытые переломы. У нас есть отечественная классификация открытых переломов по Каплан-Марковой. Она выделяет 4 степени открытых переломов. Каждый из этих степеней имеет 3 буквы. Но так как другой мир использует другую классификацию, весь остальной, так сказать, мир, кроме нашего постсоветского, мы используем классификацию открытых переломов по Густелию Андерсову как основную. Она делится на 3 степени. Третья степень разделяется на А, Б и С. Почему нужно знать эту классификацию? Чтобы понимать, какой тип повреждения мы имеем. Это нужно для того, чтобы определиться статикой ведения больного. Например, если у человека будет первый тип открытого перелома, первая степень по Густелию Андерсену, мы можем использовать такой метод фиксации перелома как интермедулярный остеосинтез с помощью стержня. Риск инфицирования такого перелома очень низкий. В любом случае мы не забываем про антибиотикопрофилактику и спрашивать пациента про календарь его вакцинации. Почему? Потому что есть такие раневые инфекции, как, например, столбняк. Как проводится профилактика столбнячной инфекции? Профилактика столбняка. Если, например, у человека была вакцинация в течение последних пяти лет, рана не грязная, то есть не было попадания грязи, пыли, земли в нее, тогда профилактика не проводится. Если же у человека была в последний раз инъекция, профилактическая прививка более пяти лет назад, и рана выглядит довольно подозрительно, она может быть загрязненной, например, тогда проводится введение профилактической дозы вакцины, анатоксина. Если, например, у человека не было вакцинации больше, чем 10 последних лет, рана загрязненная, тогда мы вводим вместе с вакциной, также иммуноглобулин человеческий. Какие бывают осложнения после переломов? Я их разделяю на два основных типа. Это поздний и ранний. К ранним относятся сепсис, пролежний, инфекция, шок, эмболия. К поздним я отношу замедление сращения, несращение, остемиелит. Что такое остемиелит, мы поговорим немножко позже. Вот, насчет несращения и замедленного сращения, насчет этих двух терминов я немножечко поясню. Замедленное сращение считается тогда, когда сращение происходит до 6 месяцев от момента травмы. То есть оно замедленное, но оно все равно происходит. Если сращение не происходит, и с момента травмы уже прошло больше 6 месяцев, мы можем говорить про несращение кости. Оно бывает нескольких типов. Это асептические и септические. Также их можно разделить на атрофические, гипотрофические, нормотрофические и гипертрофические. Также вот на слайде вы можете видеть примеры, как выглядят осложнения, например, дефекты тканей, остемиелит, несращение. Вот так вот выглядят те же самые несращения, как обычный перелом, хотя на самом деле, когда мы соберем анамнез, мы понимаем, что уже от момента перелома, в принципе-то и прошло уже год-полтора. А на рентгене он выглядит как совершенно свежий перелом. Вот такие вот очаги деструкции кости. Это инфекция кости, остеомиелит. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам лекция эта понравилась. Я попыталась создать основной каркас, который пригодится вам на практических занятиях.